Я долго думала по поводу этой истерии с плоской землей, и вот к чему я пришла. Первое. Я никогда в жизни не поверю, что земля плоская. Все аргументы можно разбить в пух и прах. Более того, мне кажется, вся эта истерия только для того, чтобы замылить глаза от другого места. Причем они все одинаково говорят, Антарктида хранится военными, туда никого не пускают и бла-бла-бла. Я уже доказывала это не раз, все туда пускается, все туда ездят. Но все переключили снимание на Антарктиду, забывая о другом полюсе, северном полюсе, а вот там намного все интересней. Все предания, все сказки, все мифы, все легенды начинаются с того, что пришли люди с севера. И сейчас от севера упорно убирают внимание, подсовывая лжепонятия и теорию про плоскую землю. Причем все они говорят одно и то же, как под копирку. Когда задаешь резонные вопросы, все молчат. Наверное, методичка еще не прописала для них ответы. Это только начало моего длинного рассказа. Теперь второй момент. Я предполагаю, что земля намного больше, чем нам говорят. Это да. И то, что многое скрывается. Это тоже да. Так как даже в тех же гугл-картах есть слепые зоны, замыленные, закрашенные. Ну, к примеру, воду они тупо показывают, как синенькое вот такое, и часть острова берут и обрезают. Там посерединке где-то. Но иногда в картах происходит сбой. Вот по типу такого. Нарисованная карта, и тут бах, полоска во весь северно-ледовитый океан с четким прослеживанием снега, части материков, островов и прочего. Поверьте, друзья, если бы действительно земля была плоской, это бы скрывалось о ней. Вы все кричали в тикток, и ваши видео не блокировали, а набирали миллионные просмотры. Когда вы уже поймете, всю правду уничтожают, а неправду воздвигают на первый ранг. Момент номер три. Есть такое понятие, как давление. В разной точке Земли оно разное. Под землей оно разное, над землей оно разное, температура воздуха тоже разная. И это давление не свойственно человеку. В воде человек чувствует себя намного лучше, чем находясь на поверхности Земли. Космонавты, когда возвращаются из космоса, им очень сложно привыкнуть к гравитации так называемой, а также к силе давления. Если вы видели съемки, когда вот капсулы с космонавтами приземляются, их в буквальном смысле на руках выносят, так как давление в космосе и давление на Земле очень разное. К давлению в космосе легко можно привыкнуть, а к давлению на Земле очень сложно. Точнее даже не к давлению, а к вот этой силе гравитации. Еще тема давления очень интересная, и она косвенно затрагивает то, откуда пришли наши предки. Но пока не буду лезть в дебри, я продолжаю свой рассказ. Теперь подхожу к сути. Мы все с вами сейчас живем в век компьютерных технологий. И глупо полагать, что все, что вы видите, это фотошоп и монтаж. К сожалению, в этих видео слишком мало времени. Больше я рассказываю, конечно, на трансляциях. Там я сравниваю места на руках с фотографиями других людей, которые были в этих же местах. И они совпадают. Теперь же, почему появилась теория плоской Земли? Ведь проще же думать, что все вокруг нас это сплошной заговор. Нас держат там муравейники, еще кто-то. Мы там от репьи, у нас нет силы воли. Чем просто брать и менять свою жизнь. Да, нас скрывает наше прошлое. История переписывается. Сейчас как раз такой период времени, когда много людей просыпается. Просыпается то, что внутри них. Это генетическая память. Ведь наша ДНК имеет слепые зоны. Имеются в виду закодированные зоны, скрытые. И вот там-то дремлет то, что сейчас пробуждается. Все привыкли видеть с вами Землю в таком формате. Но кто-то увидел эмблемму ООН, начал додумывать, что Земля плоская. Ну, типа, северно-ледовитый в центре и бла-бла-бла пошло-поехало. Но, очевидно, этот умник не знал, что в каждой стране мира своя карта. И она отличается от привычной нашей. Для Австралии Антарктида, к примеру, вверху, а мы внизу находимся. Здесь вообще в центре Тихий океан. Ну, а для Северной Америки и Южной, очевидно, они главенствующие. В общем, что хочу сказать. Каждая страна пытается показать более выгодно свою страну в своем ракурсе. А на остальные прилепили, как говорится, сбоку. Эмблема ООН же предполагает объединенные нации. То есть весь мир в виде шара, мир, дружба и прочее. Но мы же с вами знаем, кто пишет законы, тот же их и нарушает. Почему теория плоской Земли полнейший бред? Хватит смотреть под ноги и посмотреть ее вверх. У нас перед глазами каждый день как минимум два небесных объекта. Это Солнце и Луна. Ладно, Луна не крутится вокруг оси, мы видим только одну ее сторону. Но Солнце можно наблюдать со всех сторон. Покупаем мощные телескопы и наблюдаем за небом. Ну да, плоскоземельщики нам рассказывают, что это якобы голограмма. Вот, посмотрите, оно дребезжит и все такое. Просто возьмите свой телефон и снимите объект, который будет далеко от вас. Эффект будет тот же. Чем хуже камера, тем больше дребезжания и помехи. Ну, к примеру, это мое видео, которое я снимала не так давно. Совсем ничего расстояния, но тем не менее видно, как изменилась картинка. А вы с Земли, да еще с любительских телескопов хотите увидеть идеальную картинку Луны. Либо еще один момент знаменитый спутник Илана Маск. Не знаю, как вы, а я их видела. А потом в этот же день, через небольшое время, видела и моя однокрупница в Москве. Надеюсь, все-таки благоразумие победит. Теперь, пожалуй, самая важная часть. Некоторые из вас уже ощутили так называемое пробуждение. То ли это сны, то ли предчувствие. И вы начинаете интересоваться уже своей родной верой. Не навязанной, а истиной. Тот, кто вас усыпил, им невыгодно, что вы проснулись. Поэтому всячески затуманивает ваш мозг и разум. Будьте аккуратны и тщательно выбирайте место, где вы ищете информацию. Ведь большинство, которые считают себя славянами, никакого отношения к ним не имеют. К примеру, вот эта группа. Она мне попалась в виде рекламы. Уже многое говорит. Они предлагали двухнедельные курсы. И по прошествии них можно получить полный курс, заплатив 5000 рублей за семестр. Вся переписка с ними у меня есть в Телеграм. Можете зайти и почитать. Это просто небольшие выдержки с их же сайта. Я это не буду комментировать. Вы просто сами читайте и делайте для себя выводы. Найди меня ищи, ищи, разожжай.